Если создать базовый клуб, или РФС выставить сборную в РФПЛ? Ну, бредовые идеи, я понимаю, конечно, Александр Ильич. Да, а что делать? У нас всегда какие-то, знаете, не как у всех. Что значит РФС создаст базовый клуб? Ну, давайте, давайте, я вот просто сейчас от балды леплю, вот так вот, просто, просто фантазирую. Сейчас у нас больше всего игроков в сборной где? В Зените, да? Ну, вот сейчас докупить туда еще парочку человек, и пусть Мир Челуческу возглавит нашу сборную на Чемпионате Мира. Кто докупит? Зенит не докупит? Зенит не докупит, да? Ну, условно, да. У Юсупов, Кокорин, Дзюба есть. Не знаю, Смолова можно не покупать, он нормально. Шатов там же. Это значит, Мир Челуческов там же, Владыкин там же. А, вот так вот, да? Ну, я-то, я сейчас фантазирую просто. Если, если вот... Халка продать. Если вот из этого исходить, но такого, такого прецедентов таких нигде в мире нет. Это понятно, Александр Ильич. Ну, вот, Борисович спросил, я-то просто тоже понимаю, что делать сейчас, ну, без перспективняк абсолютно. Ну, Халка с Вицелем продать сейчас. На остальных там докупить игроков. Ну, пусть там Березутский, Игнашевич и СССР играют. И играют. Все равно от этого ничего не изменит. Ну, во-первых, во-первых, в сборной должно быть не 11 человек, правильно? А в сборной должно быть в заявке 23, правильно? Вот. Потом ты же 23 не наберешься. Это понятно. Ну, хотя бы человек 7, 8. Значит, опять совмещать? Да, я ничему не удивлюсь. А, ну вот, видишь как. Поэтому это уже эти варианты, знаешь, их даже обсуждать нечего, потому что они несостоятельные. Другое дело... А что состоятельные? Другое дело, если блочными способами, да, там, брать из клубов, да, сыгранные блоки, вот, это есть такой блочный метод. Но опять этим всем должен заниматься освобожденный тренер, понимаешь? Он должен работать 24 часа в сутки. Причем специфика работы совсем другая. В сборной работать тяжелее, чем в клубе, понимаешь? Вот, чтобы в сборной успешно работать, нужно 24 часа в сутки работать, ездить, смотреть кандидатов, разговаривать, готовиться вот к этим контрольным играм, к сборам, ко всем, чтобы у тебя планы были, чтобы у тебя все... Там такая работа, там должен штаб работать, посмотри, какие штабы в этих сборных. Там работа непочатый край. Какое совмещение, представляешь? И когда это допускается, вот, и ты обрати внимание, как у нас происходит, сейчас уже губернатор Ростовской области не против, чтобы Бердыев совмещал. Но это же смешно просто уже, уже до смешного доходит. Им ничего впрок не идет, они никакие выводы не делают. Вот, Газаев в свое время, когда совмещал, ему говорили, типа, что ты делаешь, вот, зачем это может все закончить? И он говорил, ладно, успокойтесь, там, типа, я все решу. А сейчас первый выступает, чтобы никакого совмещения не было, ничего. Спорт.ФМ мы продолжаем. Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. Зачитываем ваши вопросы по поводу... Дима, фу, Дима, еще. Вот особенно по поводу зарубежных тренеров, да? С учетом вот нашей специфики и практики, да? Когда ни за что он не отвечает, тренер, да? Вот, непонятно, как его назначают, и ни за что не отвечает, непонятно, как его снимают, да? Дим, сейчас два года до чемпионата мира, квалификации нет. Ты уже попадаешь на чемпионат мира, да? Два года зарплаты нехилой не хочешь. Хочу. А потом на чемпионате мира сыграешь, непонятно, как, да? И после последней игры вещи собрал и улетел. Ни за что не отвечаешь, никакие вопросы не отвечаешь. Конечно, сейчас любой зарубежный тренер при такой системе согласится. А адвокат, сейчас уже адвокат заговорил? Все заговорили. Не хочет обсуждать, да? А он уже знает, что это такое. Вот, и они сейчас с удовольствием нашли в России дураков и халяву. Но, правда, я очень-очень совмещаю, вернее, очень сомневаюсь, очень сомневаюсь, что из всего вот этого, что они получают, все до них доходит. Это, конечно, я вот в этом, да, я наоборот не сомневаюсь, что не весел. И, да, и здесь, как говорится, они там договорятся, и все довольные будут. Вот поэтому, поэтому вот так вот все и делается. Да, напоминаю, что сборная будет играть в товарищеские матчи, причем с кем, непонятно, ибо мы должны были бы участвовать в таком импровизированном отборе на чемпионат мира в группе, а в итоге с включением Косова и Гибралтара не будет. Да, теперь смотри, все-таки, когда консольные игры проводят, да, вот, там все-таки смотрят на статус сборной, на уровень игры, правильно? Ну, кто сейчас будет играть с самой слабой командой на чемпионат? Кому она нужна? Я имею в виду из хороших клубов, топовых.